Лена сдает кровь в шестой раз. О необходимости пополнения банка крови знает не понаслышке. Когда ее знакомые столкнулись с проблемой переливания крови, в стороне остаться не смогла. С тех пор Лена активный донор. Я сдаю и представляю себе людей, которым действительно моя кровь поможет. Я вижу этот пакетик мой с кровью, что он кому-то действительно принесет помощь, кому-то поможет выжить. Ну как бы это пафосно не звучало, но это так. А кто-то не хочет сдавать, потому что представляет, что он сдает просто кровь в пакетик, а не человеку. Донорство – это добровольная сдача крови. По статистике, ежегодно переливание крови по медицинским показаниям делают полутора миллионов россиян. Необходимость в донорстве велика. Но этот процесс окружает множество мифов и домыслов. Мы решили опровергнуть самые распространенные. Миф номер один. При сдаче крови можно заразиться. Нет, этого не боюсь совершенно. Потому что при мне же достают одноразовые перчатки, при мне достают индивидуальный мой пакет, как это может быть заражен. Если я вижу, что там порванный пакетик, что может быть не стерилизован, я сразу скажу, что не буду сдавать, сдавать ему новый пакет. Миф номер два. У меня самая распространенная группа крови. В ней не слишком нуждаются. Как раз наоборот. Если вы обладатель первой или второй групп крови, как и 80% населения планеты, то ваша кровь просто необходима, ведь она может многим понадобиться. Миф номер три. Систематическая сдача крови вызывает физическое привыкание. Врачи отмечают зависимость только психологического характера. Польза физическая налицо. Повышение иммунитета и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. А также... Польза сдачи крови заключается в том, что эта кровь идет, так сказать, на благо больных людей, которым она требуется. Очень много крови идет в гематологические отделения, в род, дома, после операционным больным, после травм. Донором может стать любой совершеннолетний человек. Процедура проста. Предварительный осмотр терапевта, сдача экспресс-анализа крови. Отказать могут по разным причинам. Самые распространенные – недостаток веса и особые показания крови. Если же все в порядке, заполняйте анкету и ваши данные вносят в базу доноров. Главное – запомните. Донор должен знать, что перед кроводачей, в течение трех дней до кроводачи, он не должен есть молочной и жирной пищи. В день кроводачи он должен принять легкий завтрак, не плотно, а именно легкий. После процедуры всем сладкий подарок. Сибирский федеральный уже не первый год проводит среди студентов акцию «День донора». Мероприятие проходит два раза в год – в ноябре и апреле. Специально оборудованные кабинеты или машины работают по два дня на разных площадках СФУ. За год в акции участвует в среднем 500-600 студентов. Студент сам подходит и сдает кровь. То есть, ну, какие-то материальные ценности там или какое-то иное вознаграждение. Оно предусмотрено, но оно чисто символически, и это как бы зависит только от самого студента. А в планах у Лены стать почетным донором. Для этого ей нужно сдать кровь еще 34 раза, что совсем не страшит девушку, ведь это реальная помощь людям. Никогда не знаешь, что ждет нас завтра.